Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Деревянные дома Рязани. Какая у них история и что их ждет? Скажи инсульту нет. Акция с таким названием прошла в областной клинической больнице. Очередной ДТП столкновения КамАЗа и микроавтобуса в Рыбновском районе. Последствия и жертвы. Убрали свалку общими усилиями. Префектура Московского района, ЖУ-8, Водоканал и завод Технофлекс навели порядок у 35-го дома по Московскому шоссе. Там после отказа управляющей компанией обслуживать неплательщиков проблемного дома образовалась гора мусора. Татьяна Владимировна работает кондуктором, живет в соседнем доме. Мимо свалки вынуждены ходить каждый день. Мусор рядом с бывшим общежитием кинофабрики начал копиться еще летом, рассказывает она. Управляющая компания решила отказаться от проблемного дома, уведомила об этом жильцов. А те не нашли в сроке новую организацию, которая обслуживала бы их дом. Вот эта помойка уже какой раз набирается. Ремонты делают, квартиры. Они прям мешками сваливают, подвозят на машинах, открывают багажники и пошла сюда. А получается, что вроде бы как это общежитие кинофабричное таскают сюда. Туда все, непочатый край. И те выезжают, и с автовокзала едут машины, со всех сторон. По словам префекта Московского района, проблемный дом сейчас фактически никем не обслуживается. ЖУ-8 выезжает, но только по аварийным заявкам. Когда скапливается большое количество мусора, приходится его убирать общими усилиями. Префектура Московского района, в том числе, уже второй раз мы оказываем содействие по вывозу уже теперь, на сегодняшний день, несанкционированные свалки. Ну, конечно же, без сторонних организаций мы не смогли бы обойтись. Вот сегодня нам помогает завод «Технофлекс», муниципальное предприятие «Водоканал» города Рязани и также управляющая компания ЖУ-8. Вот люди стоят, которые будут заниматься ручным подбором. Прежнее ЖУ отказалось обслуживать дом номер 35 по Московскому шоссе, потому что жильцы 119 квартир часто ходили в должниках. Но в префектуре надеются, что новая управляющая компания найдет подход к людям. Администрация города подключилась к работе и будем проводить работу с жителями все-таки по выбору управляющих компаний. Потому что, конечно, такая ситуация не может продолжаться в дальнейшем. В этот раз проблему со свалкой решили. Общими усилиями с нее было вывезено 40 кубометров мусора. Дина Исляева, Станислав Подрешов, телекомпания «Город». Итоги школы молодых дипломатов подвели в Рязанской городской думе. В мероприятии приняли участие более 50 молодых людей из 20 городов страны. Все они студенты отделений международных отношений. Сертификаты им вручила глава Рязани Юлия Рокотянская. Подробности далее. Наталья Степанова приехала из Смоленска. Девушка учится на дипломаты. И мечтает представлять Россию в одной из восточных стран. Особенно ее привлекают Китай, Япония и Индия. Получить ценный опыт она смогла в Рязани в школе молодых дипломатов. Зацепило то, что люди очень открыты. Ребята готовы сотрудничать, готовы предлагать какие-то площадки для сотрудничества, для будущих наших проектов. И это действительно очень интересно. Заявки на участие в проекте подали более 200 человек. Для участия отобрали лишь 50. Это представители 20 городов России. Среди них Челябинск, Воронеж, Симферополь, Орел, Санкт-Петербург, ведущие вузы Москвы и другие. В течение трех дней они проходили тренинги, мастер-классы, участвовали в дискуссиях, а также в двух телемостах, организованных с Великобританией и Киргизией. А также имели возможность задать вопросы лично главе Рязани Юлии Рокотянской. Наша задача – растить кадры, которые могут не только в направлении дипломатии работать. Это хорошо будут подготовлены специалисты, знания иностранного языка, которые нам нужны в регионе, они востребованы. У нас работает молодежное правительство. Мы сейчас говорим о том, что необходимы резервы, которые нужно растить и практически подготавливать. Поэтому это фундамент, который мы закладываем сейчас и, надеемся, через буквально короткие предварительно видят отдачу. Идея школы молодых дипломатов родилась у студентов РГУ имени Сергея Есенина. Их проект получил грант от Росмолодежи. В состав экспертов вошли профессоры МГИМО и Высшей школы экономики. Активную поддержку оказала Рязанская городская дума. Участников пригласили на экскурсию, рассказали о работе органов местного самоуправления. Мне очень понравился мастер-класс «Дипломатический этикет». Мы проходили различные ситуации и рассматривали отношения Российской Федерации с другими государствами. И сама площадка, то есть разговоры студентов со студентами является качественной площадкой. Это, конечно, возможность общения, возможность формирования таких навыков, как ведение переговоров, коммуникативные навыки, решение конфликтных ситуаций. А также обсуждение различных проблем, связанных с информационными войнами, антитеррористическая деятельность. Стоит отметить, что молодежное правительство Рязани вошло в топ-10 лучших в России. Рязанские дипломаты работают на всех континентах мира и занимают высокие должности в отечественном МИДе. Поэтому в нашем регионе накоплено много положительного опыта, которым с будущими специалистами уже начали делиться профессионалы. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рыбновском районе столкнулись КАМАЗ и микроавтобус. ДТП произошло вечером 23 октября. На место происшествия выезжал один пожарный расчет и один спасательный автомобиль. 42-летний житель Московской области, управляя микроавтобусом «Ситроен Джампер», по предварительной информации, не учел безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля КАМАЗ и совершил с ним столкновение. В дорожно-транспортном происшествии пострадали оба водителя, а также семь пассажиров микроавтобуса. По информации СМИ, в автомобиле «Ситроен» ехали рабочие вахтовики. Девять пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Три пациента получили амбулаторную помощь. Троих доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Те пациенты, которые были госпитализированы в нашу клинику, в настоящий момент состояние стабильное. Жизнь их ничего не угрожает. Приведена помощь медицинская в полном объеме. Пациенты получают дальнейшее лечение. У всех пострадавших было диагностировано сочетное повреждение. Преобладали у пациентов скелетные травмы. У одного пациента была тупая травма живота. Пациент был в экстремном порядке прооперирован. В настоящий момент состояние стабильное. Все обстоятельства ДТП уточняются. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Самобытность деревянного зодчества. К сожалению, дома из дерева с уникальными наличниками на окнах и своей неповторимой историей исчезают с рязанских улиц. Их места занимают высотки, магазины, кафе, все что угодно. Стало известно, что под снос пойдут еще два здания, построенные в конце 19-го, начале 20-го века. В список аварийных попали дома номер 33 на улице Пожалуйстастино и номер 46 дробь 7 на улице Ломоносова. Тему продолжит Галина Кудряшова. На наличниках накладные солнца, на карнизе резные кронштейны. Дом номер 33 на улице Пожалуйстастино был построен в конце 19-го века. Он выполнен в эклектичном стиле с элементами русского. В его архитектуре идет отсылка к древнерусскому деревянному зодчеству. По архивным данным, в частности по спискам дома владельцев и при анализе карты 1909 года, с большей долей вероятности можно говорить, что этот дом принадлежал дворянину, надворному советнику Постникову Владимиру Васильевичу. Интересный образец своего времени. Он до сих пор является жилым. Однако в доме нет современных коммуникаций. По словам жителей, буквально через полгода дом снесут. Стало известно, что его расселением заинтересовался один из рязанских застройщиков. Большая часть зданий являются объектами культурного наследия, памятниками архитектуры. Какие уже несколько десятилетий, какие были поставлены на охрану буквально в прошлом году, но они сохраняются. Поэтому, я думаю, стоит и по этому зданию также написать заявку на внесение его в реестр памятников. Ежегодно город теряет сразу несколько уникальных деревянных зданий, другие медленно разрушаются. А ведь именно ради деревянного зодчества в Рязань приезжают группы туристов. Это один из самых популярных маршрутов. Я думаю, что их нужно сохранить, потому что это история Рязани, и они несут в себе какую-то там таинственность, загадку, может быть. Может быть, это какое-то ценное здание, и его не надо сносить. Какие-то надо реставрировать, а какие нужно сносить. Ну, совсем дряхлые, где людям невозможно жить. Их осталось очень мало, их нужно беречь и сохранять то, что как бы есть. Такого уже дальше не будет. Сейчас новые дома, новые конструкции, как бы это очень ценно, я считаю. Опыт сохранения старых зданий уже есть в других регионах России. Так, в Вологде из деревянной архитектуры сделали бренд города, посмотреть на который приезжают иностранцы. В Томске же программу профинансировал фонд капитального строительства. Отобрали старые жилые дома, они являющиеся объектами культурного наследия. Деньги, предназначенные для сноса зданий, вложили в их реконструкцию. С привлечением специалистов из Германии, которые по своим оценкам считают, что деревянные здания могут стоять порядка 300 лет при должном за ними уходе. Соответственно, все эти здания, которые, допустим, не имели канализации и других благ 21 века, были полностью перестроены внутри, получили современную всю начинку коммуникаций, При этом здания сохранили свой фасад. После реконструкции в них разместили музейные экспозиции или общественные учреждения. Рязанские дома отличаются богатым резным убранством, декором. Они связаны с различными историческими личностями и событиями и достойны стать украшением Рязани, а не ее болью. Ведь в городе с почти тысячелетней историей не могут быть только современные здания. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Антисемейная пропаганда набирает обороты. Более 10 случаев фиксируются ежемесячно. В зону риска попадают подростки, которых склоняют к смене пола и ненависти к противоположному полу. Внушение может длиться несколько лет. Захотелось сменить пол. 14-летняя девушка попросила у мамы денег на соответствующую операцию. Оказалось, что подросток подвергся антисемейной пропаганде. Ее вербовали в течение пяти лет и довели до ЛГБТ. Такие случаи не редкость. Только в нашем регионе ежемесячно более 10 человек обращаются за помощью. На самом деле их в разы больше. Мы смогли сформировать критическое отношение к этим процессам, к этой обработке. Мы этому подростку объяснили тот порядок, то есть каким образом он был завербован. С нами работают психологи. И когда они начинают тестировать ребенка, они находят, как правило, органические расстройства личности, шизофрению и так далее. И, конечно, перенаправляют к психиатрию. Десятки тысяч человек подписываются на группы «Я же батя», которая выставляет мужчин как агрессоров и угнетателей. И «Я же мать», которая показывает девушек как глупых и пустых существ. Огромную популярность набирают движения «Чайлдхейт» и «Чайлдфри». Не следует думать, что «Чайлдфри» – это просто люди, которые не хотят детей и все. Это люди, которые призывают отказаться от деторождения других людей. Причем призывают агрессивно, не просто там как-то разъяснительными беседами, а в агрессивной форме. В форме оскорблений, унижений, троллинга, кибербуллинга, буллинга в реальной жизни и так далее. Тенденция в том, что сегодня все чаще общение с родителями заменяется виртуальной жизнью. Со своими проблемами подростки идут не к близким людям, а к неизвестным пользователям сети. Например, группы из серии «Подслушано» публикуют личные истории. Люди, которые занимаются вербовкой, вот эти истории находят, читают и пишут в комментариях, там, обратись ко мне, я это уже пережил, ну, что-то вот такое, вот такой какой-то, вот какой-то такой завлекалово. Это такая стандартная шаблонная схема вовлечения всех, найти проблемного человека, его обработать. В данном случае завязывает с этим подростком беседа, а дальше идет переформатирование его, соответственно, в ЛГБТ. Чтобы не стать жертвой пропаганды, достаточно соблюдать простые правила. Не доверять незнакомцам в социальных сетях, выбирать надежные источники информации и стараться наладить доверительные отношения с родителями или друзьями. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Скажи инсульту нет. Акция с таким названием прошла в поликлинике областной клинической больницы. Мероприятие проводится уже более пяти лет, причем на разных площадках города и приурочено к Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечают 29 октября. Подробнее расскажет Мария Рудая. В поликлинике областной клинической больницы расположился целый штаб по профилактике инсульта. Прямо в фойе все желающие смогли проверить показатели артериального давления. Одним из основных методов, способных предотвратить инсульт, является измерение артериального давления. Несмотря на свою простоту и доступность, это реально может спасти жизнь. После измерения давления пациентов отправляли в Центр здоровья, который находится на этом же этаже, где они смогли узнать и другие показатели. Измерить холестерин крови, измерить сахар крови, произвести кардиовизор, это оценка сердечно-сосудистой системы. Также измеряем им массу тела, рост и вычисляем индекс массы тела. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире стоит крайне остро. Инсульт колоссально помолодел, уверяют специалисты. И здесь причин сразу несколько. О них знает, пожалуй, каждый. Неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, гипертония. К слову, почти 90% людей, перенесших инсульт, страдали артериальной гипертензией, сахарный диабет и высокий холестерин в крови. Простое внимание к своему здоровью и здоровью своих близких поможет избежать трагедии. Инсульт последние несколько лет стал настолько распространен, что симптомы заболевания должен знать каждый. Конечно, поставить диагноз может только врач, но заподозрить и вовремя среагировать может сам пациент или родственники. Основные проявления инсульта – это односторонняя слабость в конечностях или в лицевой мускулатуре, что видно, перекос лица, анемения на одной половине тела, нарушение речи, резко возникшее нарушение глотания. Все это является поводом для быстрого вызова скорой помощи. Если появились первые признаки, счет идет на минуты. Инсульт разделяют на два вида. Геморрагический традиционно его считают более серьезным, ведь в данном случае кровоизлияние идет прямо в мозг. Если у больного инсульт ишемический, то если этот пациент поступил в первые 4 часа, 4,5 часа – это золотой стандарт, то есть это терапевтическое окно, при котором можно по показаниям сделать даже тромбоэлитическую терапию. То есть это вводится препарат, который растворяет тром. И у больного все симптомы, которые появились, они практически исчезают, минимальность там может быть остается в мере, а так-то больной на глазах поправляется. В любом случае, какой бы инсульт ни случился, последствия всегда серьезные. В первый месяц умирают 30% пациентов, 60% остаются инвалидами, которых ждет серьезный и долгий период восстановления и реабилитации, который порой растягивается на годы. Врачи не устают повторять, предотвратить, всегда легче, чем лечить. Стоит помнить страшные цифры. Инсульт стоит на втором месте в мире по количеству летальных исходов. В нашей стране ежегодно регистрируется около 400 тысяч инсультов. 35% из них заканчиваются трагически. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Для тех, кто только пришел к вере в Рязани для женщин, принявших ислам, создали специальную группу в соцсетях. Ее руководитель Марина Савина является помощником имама по женским вопросам. Она проводит консультации для тех, у кого есть вопросы, и старается поддержать женщин. О необычной профессии в сюжете Дины Исляевой. Большинство женщин, которые обращаются к Марине Савиной, принявшие мусульманство после свадьбы, им предстоит словно учиться жить заново по правилам, принятым в семье супругам. Основные вопросы, в которых нужна помощь, как правильно читать намаз и где и как правильно одеться по законам шариата. Консультации помощник имама по женским вопросам проводит по телефону. С некоторыми женщинами встречается в молильных комнатах. Женщина, принявшая ислам, она уже не там и еще совсем не здесь. И нужно то место, где она могла бы прийти и получить вот такую консультацию, просто человеческую, просто душевную, просто поддержку какую-то моральную. Отдушина какая-то должна быть, куда бы ты пришел и задал вопросы. Или просто поговорил бы о себе, о семье, кто бы тебя выслушал. Должность помощника имама по женским вопросам не оплачивается. Работает Марина на общественных началах. Чтобы идти в ногу со временем, создала группу в соцсети. В ней пока 50 человек. Они общаются онлайн, вместе собираются по праздникам. Обычно, когда проходит или Уроза Байрам, или Курбан Байрам, готовятся столы, приглашаются гости. И вот в этом плане, конечно, мусульманский мир, он для меня был полный открытий. Такое интересное, потому что в гости они ходят до ночи друг к другу. И вот именно в эти праздничные дни это огромное благо для семьи считается. Марина даже пошла учиться на педагога, чтобы организовывать праздники для детей и проводить для них занятия. Ответ на вопрос, для чего ей это нужно, простой. У нее растут две дочери, и она хочет воспитать их как положено. По вере. Дина Ислева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Пациент из Казахстана приехал в Рязань, чтобы сделать операцию в Центре современной медицины имени профессора Швальба. Клиника недавно вступила в Ассоциацию медицинского туризма «Мещерский край здоровья» и готова принимать и лечить больных из разных регионов страны. Центр современной медицины имени профессора Швальба – учреждение с новой техникой, своей операционной и стационаром. Пациент из Казахстана – не первый медицинский турист. Часто приезжают жители Москвы и соседних регионов. Гостю из Казахстана предстояла операция по ортопедии, но спектр услуг, которые центр готов предоставить туристам, намного больше. Это все услуги, доступные жителям Рязани. Сосудистая хирургия – очень сильное отделение у нас с оперативным лечением. Оно гораздо дешевле, чем это стоит в клиниках Москвы. Мы делаем и лазерные операции на венах нижних конечностей, мы делаем традиционные мини-флебоктомии на венах нижних конечностей. У нас очень хорошая ультразвуковая диагностика. Уникальность Центра современной медицины имени профессора Швальба в том, что пациенту не нужно никуда ехать. Здесь проведут все обследования, сделают УЗИ, будут вести приехавшего лечиться до полного выздоровления. Реабилитация возможна и в санаториях на особых условиях. Кисловодск, Крым, Краснодарский край готовы принять пациентов из Рязанского центра. Здесь проводят самые современные операции по сосудистой хирургии, по ортопедии. Новая манипуляция – плазмолифтинг. Она абсолютно безвредна. То есть это берется кровь у пациента, откручивается в специальные пробирки. И пациенту в сустав или при радикулите, при остеохондрозе обкалывается место болезненное. То есть оно не дает, соответственно, аллергических реакций. Центр современной медицины имени профессора Швальба находится в Рязани по адресу Дядьково, 2-й бульварный проезд, дом 6. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова